Сейчас у нас будет очень интересная и познавательная беседа, так что приготовьте себе прокладительный напиток, потому что сегодня в гостях у нас Лихачев Алексей Евгеньевич. Алексей Евгеньевич, здравствуйте. И сегодня у нас ведущие — это члены Совета юниоров Росатома Арсений Володько и Ульяна Скородумова. Напоминаю о том, что общая тема сегодняшнего дня — это жизненный баланс. Но до этой темы нужно еще подкрасться очень осторожно. Поэтому мы начнем свои вопросы и нашу беседу с ваших школьных и студенческих историй. Поэтому первый вопрос у нас. Какие предметы вы любили в школе, какие вы ненавидели и вообще чем увлекались в школьное время? Вот точно могу сказать, что предметов, которые я ненавидел, не было. Но надо понимать, что у меня была необычная школьная жизнь. И сейчас я объясню, почему. Дело в том, что классным руководителем и одновременно учителем русского языка и литературы у меня была моя мама. Как удобно. Начиная с 7 окол. Это, Ульяна, очень спорный вопрос насчет удобства. Поскольку процесс воспитания не превращался никогда. Он был дома, он был в школе. И тут тот случай, когда родителей не проведешь. И родители подробно знают все, что происходит с тобой в школе. У этого были свои минусы, но были свои плюсы, поскольку мама, конечно, вкладывала все в эту работу. У нас был очень сильный класс. Она специально нас собирала в 7 классе со всего района тогдашнего города Горького, нынешнего Нижнего Новгорода. Это была новая школа, и мы до сих пор дружим. То есть мы одноклассники, самые близкие мои друзья до сих пор те, с кем я сидел за одной партой. Дружат наши дети, надеюсь, будут дружить наши внуки. Поэтому мама как бы так дала намного десятилетий старт в нашем отношении. Теперь возвращаясь к предметам. Ну, я учил достаточно ровно в том плане, что я кончил школу с золотой медалью. Но, конечно же, у меня физика вызывала всегда особый интерес. Более того, у вас сейчас немножко все по-другому устроено. В наши времена было понятие вечерних физмат-школ. Это когда ты после школы едешь через весь город во взрослый большой вуз, и по вечерам и по субботам еще получаешь дополнительные знания. Я кончил две вечерних физмат-школы одновременно при физфаке Горьковского университета и при радиофаке Горьковского университета, на который я, собственно, потом пошел учиться. А вот русскую литературу я, естественно, знал очень хорошо, поскольку другого пути у меня просто не было. Что еще можно сказать? Начиная как раз с седьмого класса, по-вашему, это восьмой, я так понимаю. Такая взрослая жизнь как раз начинается. Школьная, конечно, в кавычках, взрослая жизнь, когда ты уже начинаешь себя чувствовать таким большим человеком. Как раз тогда принимали в комсомол. Это была дополнительная такая еще линия развития. Молодежная организация, большая, влиятельная. И нужно было там тоже свою роль найти и свою партию в этом большом оркестре сыграть. И у меня с седьмого класса и по десятый было главное ощущение вечной нехватки времени. Потому что я занимался спортом. Значит, тогда слово рок было под негласным запретом. Поэтому то, что мы делали, назывались вокально-инструментальный ансамбль. Вы занимались музыкой? Да, у нас была школьная группа. Еще раз говорю, что мы назывались культурно. По тем временам вокально-инструментальный ансамбль. Мы играли на танцах, мы играли на конкурсах. Заняли первое место в районе, были призером в городе. Ну, в большом полуторамиллионном городе. Тогдашнем третьем городе Советского Союза. Это было, конечно, очень так... Престижно. Престижно и волнительно, с другой стороны. Вот. При всем при том надо было еще учиться. Ну, и я бы не сказал, что я был образцом в поведении. Я понимаю, что это не педагогично звучит сейчас. Но нам совершенно не чужды были не только официальные репетиции, но и встречи в неформальном кругу с гитарой, в такой обстановке соответствующей тем временам. Вот. Поэтому школьные впечатления, во-первых, близкие друзья. Вот эта линия, которая соединяла семью и школу. И на самом деле в этом есть свой большой плюс, потому что здесь никакого двуличия, никакой неоткровенности быть не могло. То есть нужно было быть и там, и там абсолютно, честно, открытым. И вот это постоянная нехватка времени, потому что спорт, музыка, друзья, ну и, в общем, все, что положено в этом возрасте, как вы сами понимаете. Скажите, а вот обычно за 11 лет школы какой-нибудь учитель вот так впадет в душу, что всю жизнь его вспоминаешь, вспоминаешь его советы, какие навыки он тебе давал? Ну, вы сами понимаете, что я кроме как мамы никого не знаю. Ладно, хорошо. Это просто нет другого выбора. Она продолжает воспитательный процесс до сих пор и может мне спокойно позвонить. Вечером, ну, днем, понятно, тяжело на связь выйти и просто строго спросил, какую-то книжку прочитал, скажем. Я говорю, ну, мне некогда читать сейчас. Это очень плохо. Дальше, значит, идут правильные аргументы. Ну, и приходится, так сказать, что-нибудь почитать. Мамы всегда мамы. Мамы всегда мамы. И получается, что классный руководитель всегда классный руководитель. Вот в этом смысле много десятилетий. Ее роль в моей жизни не меняется, как и в жизни моих друзей. Что интересно, вот мои близкие друзья, одноклассники, тоже, естественно, взрослые люди. Они продолжают к ней относиться не только к моей маме, но и к классному руководителю с известной долей уважения и такого, я бы даже сказал, почитания именно учительского. Вы сказали, что у вас был очень дружный класс, вы до сих пор дружите. Для меня сейчас это какой-то феномен. Я просто смотрю на современные детей и такого нет. Как думаете, почему, что изменилось? И можно ли сейчас вернуть эту атмосферу классов, атмосферу дружбы, каких-то тусовок? Посмотрите, как ни странно, это очень сильно зависит от учителя, конечно. То есть, все-таки взрослый человек определяет формы и методы общения внутри класса. Вот я просто помню, в школьные годы мы не расставались. Действительно, приходишь в школе, отсидел там свои положенные 4-5 уроков, там 6, значит, в старших классах. Дальше, значит, мы, соответственно, всей толпой идем там или спортом заниматься, или той самой помянутой музыкой. А по вечерам все время были какие-то тоже свои, ну, дополнительные, как это говорят, мероприятия, а простым языком, говоря, всякие разные развлечения. То есть, это были и вечеринки, посвященные всяким там 8 марта, 23 февраля, Новому году. Это была целая, значит, там серия игры в КВН. Это тогда первые годы клуба «Что, где, когда» это было очень модно, обязательно играть там сначала внутри класса, потом между классами, потом между школами. То есть, постоянно был интересный повод. И в то же время это был и вызов, потому что нужно было ко всему этому готовиться и не ударить в грязь лицом, естественно, выиграть соревнования спортивные или победить в конкурсе «Что, где, когда». И мы в каком-то смысле были обречены на это вечное постоянное общение и взаимодействие, но в нем рождается настоящая дружба, потому что вы проверяете людей, как он в сложной ситуации, как он там, когда нужно руку дружбы протянуть там или наоборот, плечо подставить. Вот. И в этом смысле как-то вот даже эта грань, что мы окончили школу, она не сыграла для нашего класса в решающей роли. То есть, мы окончили школу, у каждого из нас появились свои, естественно, друзья и контакты там в высших учебных заведениях, но мы продолжали отмечать дни рождения, праздники, и как-то очень гармонично наши университетские или нестудские компании, они слились с компанией школьников, и сейчас вот те близкие люди для меня, они примерно треть на треть делятся. Вот треть от моей одноклассники, треть, с кем я учился вместе уже в высшем учебном заведении, а треть, кого потом уже вот уже в оброслой жизни встретил и почувствовал этот контакт, почувствовал одну волну, и все это как-то очень гармонично сосуществует. Поэтому в этом смысле каждый сам творит своего счастья. Если вы захотите в школе, в классе интересно жить, вы это будете делать. Если как бы нет, то потом придется все равно рано или поздно искать друзей этих контактов. Даже невозможно жить прожить одному, понимаете? Но это очень важно. Это с возрастом, с каждым годом понимаешь все больше и больше. И мы все меняемся, меняются наши должности, меняются наши цели, предназначения в жизни, но возможность кому-то близкому позвонить, встретиться, провести какое-то время, без нее человек немыслимо. А как вы успеваете совмещать свою сложную работу, вот это все, с общением с людьми? Потому что общение, оно же должно быть каким-то постоянным. Если оно прерывается, возможно, и ваши отношения затухают. Или это сейчас уже не так? Это с годами не так. Это же не значит, что мы каждый день созваниваемся и каждое утро пытаемся где-то встретиться. Конечно, нет. Мы живем в разных городах. Кто-то из наших товарищей, близких, уезжал в командировки в дальние, работал в другом конце страны, кто-то даже за границу уезжал, потом возвращался из командировок. И эти отношения не подразумевают постоянного контакта. Но с другой стороны, мы можем время от времени друг другу позвонить просто так. То есть без дела, без вопроса. Ну как дела там, что нового? Как будем Новый год встречать? В мае обсудить, как будем встречать Новый год там, понимаете? Да. И мы отпуска вместе проводим, стараемся, по крайней мере, чтобы совпали наши отпускные рамки, вместе выехать. Ну и, конечно, действительно, такие какие-то праздники вообще национальные, да, такие, как Новый год там, 8 марта, все-таки найти возможность вместе встретиться. Я думаю, вам многие бы позавидовали, что вы сумели сохранить такие теплые отношения столько лет. Вот. Сейчас тема с поступлением актуальна. Выпускники поступают в ВУЗы. Такое серьезное мероприятие как для них, так и для их родителей. А вот как поступали вы, как выбирали ВУЗ, когда не было никаких сайтов, не так были распространены рекламы ВУЗов? Расскажите об этом. Да. Как это все сделать? А вы сами поступаете когда? Я через год все не учатся. Я вот первый курс закончил. Вы закончили. Да. Понятно. Ну, Леон, у вас все предстоит, да. Ну, на самом деле, тогда, конечно, вы правы, не было никаких социальных сетей, там рекламных сайтов, но достаточно активно к нам приходила информация, и представители ВУЗов приходили к старшеклассникам, рассказывали про свои высшие учебные заведения. Ну, и, как говорят, слухами земля полнилась, поэтому так много информации циркулировало. Газета тогда была самый такой распространенный способ передачи информации, поэтому очень много было статей, как я сейчас понимаю, полурекламных, а на самом деле они как бы рассказывали просто о тех или иных профессиях, то есть понятие профориентации было. Извините меня за это казенных. Было-было, да, то есть это не значит. Статей, как там рассказывали? По телевизору специальные передачи, хотя это совсем другое телевидение было. Статьи в научно-популярных журналах. Было немало журналов, которые мы зачитывали от корки до корки. Знание и силы, например, журнал, освещенный изобретателям, рационализаторам. В общем, информация, то есть каждый этап развития страны, ему соответствует свой информационный канал. В том плане, что, короче говоря, мы понимали, где какие ВУЗы, как они готовят, и, в общем, были погружены. Но я вам честно скажу, я метался, ну, мы тогда учились 10 лет, то есть весь 8-й и 9-й класс я метался между разными учебными заведениями, и в силу того, что я еще был, конечно, не сформировавшейся личностью, меня бросало из стороны в сторону. То есть в 8-м классе я собирался поступать в Ульяновское танковое училище, в 9-м классе собирался поступать в Ленинградский госуниверситетный физфак, в Санкт-Петербургский сейчас один из самых известных ВУЗов. Но потом случилось так, что я просто встретил в жизни студентов Горьковского радиофака, вот того самого радиофака, при котором одну из физмат-школ я закончил. И вот какие-то они нашли слова, понимаете, какие-то они нашли правильные слова, чтобы сказать, что именно в этом ВУЗе, именно мне, будет наиболее комфортно. Что, на мой взгляд, и получилось. Ну, надо понимать, что вообще школа радиофизиков в Горьковских это отдельная в те времена очень такая авторитетная среда, и Горьковский радиофак, это был параначальник всех радиофаков нашей страны, в каждом университете был радиофизический факультет, и вот школа распространения радиоволн, электродинамики, они очень сильны были в Горьковом, и конкурс был приличный. Я школу кончил золотой медаль, и по тем правилам нужно было сдавать один профильный предмет. И я готовился очень просто, я, ну, сдав в июне школьные экзамены, как сейчас помню, 1 августа, кстати, кстати, 1 августа был у меня экзамен по физике, и я за июль месяц просто выучил наизусть учебник физики для техникум, для средних специальных учебных заведений. Ну, я так много чего знал оттуда, да, ну, просто я как бы со школьной программы, то есть, есть школьная программа, есть средне-специального образования, ну, а есть высшего. И я готовился не по школьному учебнику, а готовился по, ну, грубо говоря, техникумскому, как тогда называли учебнику физики, и, в общем, без всяких проблем сдал физику на пятерку и стал тот же день студентом Горьковского радиофага. Как бы вы посоветовали ребятам выбирать вуз? Какие критерии, на какие критерии обращать внимание? Вы выбрали себя вуз, вам по комфортности он подошел. Я шел в среду, то есть я шел в среду, в студенческую, и надо понимать, что как и школа в наши времена, так и вуз были немножко другие, чем сейчас. То есть там тоже была очень такая плотность, так можно выразиться, атмосфера, то есть кроме учебы, существовало очень много измерений в вузе, которые, ну, вот эту самую среду, и коллектив, и, собственно, характер формировали. Это и среда, конечно же, связанная со строотрядами, это все, что связано с разным родом, ну, как можно сказать, суденческой самодеятельной жизнью, и вот тогдашний комсомол в вузе уже приобретал такой элемент управления, то есть комсомол был чем хорошим? То есть, с одной стороны, это была такая самодеятельная организация, где собрания, выборы, и такая, как бы творческая активность. С другой стороны, это было в чистом виде управления по делам молодежи государственной, поэтому можно было не только самореализовываться, но и всерьез влиять на дельные процессы. Там в свое время комсомол там занимался и жильем, и молодежным предпринимательством, и организовывал спортивные соревнования и так далее. Вот, поэтому с точки зрения специальности я, конечно, не столько хотел быть радиофизиком, сколько хотел попасть в эту атмосферу, что мне сейчас, конечно, ну, абсолютно на руку, поскольку многие специальности, в том числе ядерную физику, физику твердого тела, полупроводники, диэлектрики, все, что мы изучали тогда, сейчас мне, конечно, крайне необходимо уже в этой моей нынешней работе. Но надо сказать честно, что окончив вуз и отработав молодым специалистом, я где-то лет, наверное, на 25 из специальности ушел. То есть потом я работал совершенно по другому профилю, заканчивал еще экономический факультет и кандидатскую и докторскую диссертацию защищал сначала по инвестициям, потом по внешней торговле, ну и очень много занимался вот экономикой с учетом, с уклоном в международные торговые отношения, ну и, собственно, работая в Министерстве экономического развития, как раз и ввел вопросы, связанные с интеграцией международной, с участием наших международных организаций, развития внешней торговли, инвестициями и так далее. Но жизнь распорядилась так, что в 2016 году, придя в госкорпорацию, я не только слушал лекции и наставления своих старших товарищей, ученых, но и, в общем, вспоминал то, что мне закладывали тогда, в 80-х годах, собственно, по этой кафедре физики. Мы говорили о студенческих, а какой этап жизни вы можете выделить? Потому что нам синий предстоит. Еще школьное, ладно, я заканчиваю, синий прошел, сейчас будут студенческие. А вдруг это лучший этап жизни? И мы просто о нем не знаем, и нам сейчас нужно проживать его просто как можно сильнее. Ну, смотрите, проживать надо как можно сильнее, это правда, да, только это совсем не факт, что это самый яркий этап. И вообще, ну, это такая немножко избитая истина, но у каждого возраста, у каждого этапа есть свои какие-то отличительные черты. И, конечно же, великое это счастье для человека, чтобы, двигаясь вперед по этой возрастной лестнице, он каждое свое десятилетие новое и проживал, как вы говорите, не менее сильно. И в данный момент вот наслаждался тем, что есть, и считал это самым важным. И в школе, и в университете, потом, когда я работал 8 лет там в частном бизнесе, потом, когда я работал 8 лет в Государственной Думе, 8 лет, у меня еще по 8 лет все решили, отрезки нарезаны, не знаю почему, 8 лет в Министерстве экономического развития, мне всегда казалось, что вот сейчас это высшая такая степень и такого, ну, рабочего, что ли, напряжение, эмоциональной заряженности. И даст Бог, чтобы это и дальше было, понимаете. Вот. У меня один вам совет, конечно, нужно, как говорится, время не терять, пользоваться моментом, но всегда жить с мыслью, что впереди точно не менее интересное. И вам и Бог даст силы, и сами вы, в общем, справитесь с тем, чтобы каждый раз на этап, на ступеньку выше подниматься и получать все больше удовольствия и от жизни, и от общения, и от той работы, которую вы будете делать. И, конечно же, вот тоже очень большое такое счастье, чувство все время баланс между, собственно, работой, производственными задачами и личной повесткой дня. То есть они во многом пересекаются, потому что мы не можем быть, грубо говоря, в быту одни, а вот на работе совсем другие. Это сказка. У меня нет такого выключателя в голове. То есть это всегда будет пересекаться, будут перетекать и эмоции, будут перетекать и какие-то дела, контакты человеческие. Но обязательно нужен баланс между работой, личной жизнью, каким-то хобби. И чем гармоничнее будет этот баланс, тем более эффективными вы будете как работник, ну и более таким приятным, добрым человеком в общении за пределами рабочего времени. Вот говоря о карьере, вы как человек, который сменили, вот как вы сказали, множество профессий различных. Как изменились ваши ценности, когда вы пришли в Росатом? Ну, смотрите, наверное, все-таки ценности базовые, там понятие о добре и зле, о том, что можно, что нельзя делать человеку, они, надеюсь, все-таки не изменились, потому что я пришел взрослым человеком, сформировавшимся. Но, конечно, определенные коррективы внесены, связаны именно с работой. Ну, в первую очередь, конечно же, атомная энергетика, атомная компетенция, это работа с огромными рисками, с энергией просто неограниченных масштабов, и вопросы, связанные с безопасностью, во всех смыслах этого слова, они, конечно, должны быть в приоритете. К тому же, к технической безопасности, к безопасности, связанной с охраной труда, сейчас добавляется большой поток информационной безопасности, и, конечно, в этом смысле должно быть уже такой ценностью. Ну, и, конечно же, очень сильно расширился круг контактов, я и раньше не скучал, да, а теперь все-таки это и 27 атомных городов, это там порядка 400 предприятий, которые внутри отрасли находятся, это 57 стран-партнеров, с которыми у нас те или иные отношения есть на международном уровне. Конечно же, последние месяцы внесли определенные коррективы в эту работу, но, я вам честно скажу, наша международная повестка не сужается, отнюдь у нас зарубежная выручка растет, поэтому даже в этих трудных условиях мы находим формы и методы, как продолжать присутствовать и лидировать на глобальном атомном рынке, поэтому, отвечая, Арсений, на ваш вопрос, могу сказать так, что у меня базовые ценности не изменились, но появилось очень много дополнительных компетенций и, конечно же, у меня личные требования к своему себе возросли. Вот, наверное, так можно сказать, поскольку это, конечно, ответственность за огромный коллектив, это ответственность за страну в каком-то смысле этого слова, вот, ну, это вот из той самой логики, когда с каждым этапом, с каждой ступенью, поднимаясь, поднимаясь вверх по своей жизненной лестнице, вы встречаете новые вызовы, и надо научиться получать удовольствие от решения этих вызовов, а не, ну, грубо говоря, пугаться и говорить, ой-ой-ой, я не справлюсь, так сказать. Понимаете, человек никогда не знает своего будущего, но всегда должен быть к нему готов. Вот кем вы станете после вуза, ну, правда, сейчас точно неизвестно. И вы точно в момент прихода на эту должность не будете к ней готовы. Ну, как, вы же не родитесь, там, я не знаю, инженером-электронщиком или, там, программистом. Но все вызовы, которые вы встретите на этом своем новом рабочем месте, должны у вас вызывать такое активное желание эти вызовы преодолеть. То же самое, вы сейчас не готовы к студенческой жизни, ну, потому что вы школьница, во всех смыслах слова. Вы придете в другую жизнь, вы уже будете взрослым человеком, в большей степени будете нести ответственность за свои поступки, чем вот сейчас происходит. Но вас не должно это пугать. Вас это должно заставлять, наоборот, искать себе внутренние резервы, связанные с учебой, жизнью в коллективе, там. Если вы продолжите, допустим, работу и в наших юниорских формированиях, уже большая перемена перетечет потом в твой ход, в студенческий формат этой активной работы. Потом сейчас учреждена Всероссийская организация детей и молодежи. Это такой, ну, видимо, современный прообраз, да, тогдашнего комсомола. И там везде надо свое место найти, свое слово сказать. Не надо думать, что это невозможно. Надо всегда верить в себя и учиться, стараться найти вот эти внутренние ресурсы в себе и знания привлечь новое, которые позволят вам наиболее эффективно все эти вызовы преодолеть. Скажите, пожалуйста, если бы не сейчасшняя профессия, не эта атмосфера, что бы было в вашей жизни? Может быть, вы всю жизнь хотели стать космонавтом? Просто никогда нам об этом не говорили. Ну, чтобы я сказал, что я всю жизнь хотел там космонавтом быть или там танкистом. Как бы в твоей жизни попробовать? Было желание вот сорваться, выучиться и все, измените, просто работаете где-то в другом месте? Ну, не знаю. Я, конечно, могу сказать, что у меня было такое завихрение в моих карьерных устремлениях. Было очень давно, в студенческие годы. Я действительно хотел бросить радиофакт и пойти в театральное училище. Да, был такой момент, когда я немножко переиграл, видимо, на студенческой сцене. И мне показалось, что в Горько туда был театральное училище, основное имя Евгения Встигнеева, достаточно большое количество нижегородцев, горьковчан, знаменитых, заканчивали это училище. Но как-то я так два-три месяца этой болезнью поболел и, в общем, вернулся в Лоно ради физики, о чем-то, соответственно, не жалею. Нет, может быть, в этом счастье есть, что я никогда не жалею о том, что есть сейчас. И чего-то такого, о чем бы я мечтал, на самом деле правда не существует. То есть я не хочу кридеть перед вами душой, то есть я ни о чем другом не мечтаю. И о должности генерального директора я тоже никогда не мечтал и не думал. Это было абсолютно, ну просто на 200% неожиданное решение, предложение. И, конечно же, когда я первый раз его услышал, я даже просто не поверил в то, что мне говорят. То есть я думал, что это не про меня, это про какого-то другого человека с фамилией, о чем говорят. Настолько это было неожиданное решение. И, конечно же, был в первые дни огромный такой прессинг, собственно, эмоциональный, психологический, потому что подать в другое измерение, совершенно с другими категориями. Потому что министерство все-таки это, ну государственный орган, он подразумевает такую цикличную годовую работу. В общем, есть, конечно, пики вызова, но там более или менее как бы все налажено, одни совершенно другое измерение, совершенно другой, как сейчас говорят, KPI, совершенно другие требования, другое цель и положение. И многое надо было просто с нуля начать понимать. Но как-то вот жизнь идет. И, в общем, вместе с коллегами своими мы двигаемся вперед. Так что, ну как, опять же, будущего мы не знаем, но надо быть максимально готовым. Вы упомянули, что тяжело разделять работу и семью. Вот давайте, будучи на работе, тоже вернемся к теме семьи. Ваши дети пошли по вашим стопам, и как вы относитесь к их профессиональному выбору? Ну как, у меня там вообще было небольшое приключение. Дело в том, что когда я вот тогда неожиданно пришел в Росатом в 16-м году, у меня двое из моих детей работали в Росатоме. Причем один пришел в Нижнем по конкурсу, а другого переманили. Он работал в системе торговых представительств, его переманили как в международные эти самые структуры Росатома. Но мне пришлось их выставить за пределы, поскольку, в любом случае, это прямое подчинение, это не частная контора, государственное учреждение, поэтому такое решение было принято, они абсолютно нормально к этому отнеслись. Ну, смотрите, у меня дети, ну в районе, грубо говоря, 30-ти, так, плюс-минус, да, и они, конечно, попали в волну, когда главное образование, это было экономисту-юристу. У меня вот дети юристы, экономисты одновременно, и по раздельности, и вот все они в таких юридических, экономических структурах работают. Мне родители тоже боятся, что я сейчас стану как-нибудь экономистом-юристом. Да. Ну, это вот нулевые годы, начало десятых, это действительно было так, и в каком-то смысле я им тоже рекомендовал этим заниматься, хотя они как-то стараются специализироваться, один закончил еще Академию внешней торговли, значит, другой там больше склонен к работе в финансовой сфере. Я, естественно, им помогаю, делом там не могу, но советом точно, и мне кажется, что они вполне себе такие тоже самодостаточные ребята, то есть все трое парней, ну, как говорится, на жизнь не жалуются, хотя, в общем, и на работе пропадают, и все как положено. Вот сейчас, конечно, задним умом я понимаю, что, может быть, можно было мне им порекомендовать кому-то все-таки пойти в технические специальности, то есть овладеть какой-то инженерной профессией, связанной с какими-то практическими навыками, там, будь то машиностроение, металлургия, нефтехимия или что-то еще. Но вот тогда не хватило этого понимания, и с другой стороны, вот я сам по себе знаю, что нет никогда ограничений на дополнительное образование, то есть я был классическим советским инженером, получил потом экономическое образование и дальше пытался, вот работая над диссертациями, стать действительно таким экономистом, что ли, что называется, и по форме, и по сути. То же самое сейчас не мешает ребятам, которые в силу определенных причин получили только знания гуманитарных наук, юридических, экономических, сейчас вернуться, получить второе образование по непосредственно такой, ну как хардовой, что ли, специальности, то есть овладеть какими-то знаниями уже в области естественных наук или практической экономики. Потому что, конечно же, управлять, это я уже так, на будущее, в прицеле, может быть, и к вашей биографии, управлять тем или иным предприятием, производственным процессом необходимо, конечно, с обеих рук. То есть нужно понимать и сутевые вопросы, так что называется, устроено то или иное производство, в чем как бы его смыслы, в чем его там вызовы, риски или неразвития. При этом, конечно, знать законы экономики, ориентироваться в таком широком маркетинге твоей отрасли, понимать рынки сбыта, работать с этими рынками сбыта, но и все-таки иметь элементарные представления о юриспруденции, потому что любое решение руководителя, оно должно быть юридически легитимным, должно основываться на системе действующего законодательства. Получается, три образования минимум надо получать. Ну, ничего страшного в этом. Это, наверное, интересно обвинять. Ничего в этом страшного нет, да, все это можно делать, совершенно разные формы сегодня существуют, в том числе и дистанционного образования. И я считаю, что просто последние вот без малого шесть лет, как я работаю в Росатоме, то есть я непосредственно получаю еще уже четвертое образование, поскольку мне лекции читают лучшие умы человечества, понимаете, лучшие умы человечества в области ядерной физики, в области прикладных решений, будь то атомная энергетика или оружие, или вопросы уже связанные с новыми направлениями, с новыми направлениями бизнесов. И я совершенно не стесняюсь сказать, что для меня они преподаватели, наставники, хотя формально они, может быть, по должности и мои подчиненные. Я тоже сейчас с наставником, это была замечательная беседа, очень замотивировали меня, я надеюсь, Синь, тебя тоже. Кстати, дальше у нас будет рубрика «Нелепые случаи», иностранные амбассадоры рассказывают о каких-то своих неловких ситуациях, когда им не хватило знания английского языка, и наши зрители учат этим фразам, ведь английский язык сейчас актуален, как никогда. Друзья, а мы с вами не прощаемся.